На первом карагандинском новости в студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте! Карагандинский филиал Национального банка объясняет положение дел с СМС-сообщениями. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики в Казахстане посетил наш регион. Спортивный подарок Дмитрия Карпова к 80-летию города Караганды. Вчера жители нашей страны получили СМС-сообщения, в которых появилась информация о том, что финансовое положение ряда казахстанских банков очень критическое. Что, в свою очередь, привело к ажиотажному спросу со стороны вкладчиков на иностранную валюту. Как обстоят дела на самом деле, смотрите в следующем сюжете. В связи с этим Национальный банк заявил, что данная информация является ложной и недостоверной. Финансовый институт уже обратился в правоохранительные органы, чтобы остановить подобные провокационные действия со стороны отдельных безответственных лиц. Обстановка в нашем городе, по словам директора филиала Национального банка в Караганде, в целом положительная. Особых каких-то ажиотажных действий со стороны наших вкладчиков, указанных нескольких банков, нет. Но, тем не менее, появляется определенный спрос на наличные иностранные валюты. Со своей стороны заявляю, что в нашей области и в Национальном банке достаточно средств в иностранной валюте, тинговые суммы для удовлетворения потребностей банков в наличности в нашей области. Люди, которые сегодня распространяют сообщения о критическом состоянии банков Казахстана, заинтересованы в том, чтобы расшатать финансовую систему нашей страны. Директор Национального банка через наш телеканал обратился к жителям области, чтобы не поддаваться на провокационные СМС-сообщения. Со вчерашнего дня мы встретились с банками второго уровня. Это Каспий банк, это Центр кредитбанк и это Альянс банк. Все банки работают в обыкновенных условиях. Особо-то ажиотажа нет. Я думаю, что граждане должны знать, что их соответствие с законом о гарантии депозитов в банках второго уровня гарантируется, любой вид вклада до 5 миллионов тенге гарантируется фондом гарантирования вкладов физических листов. Национальный банк со вчерашнего дня проводит мониторинг всех финансовых институтов в нашей стране. Пока все спокойно. И поэтому, по словам Даулета Мажитова, не следует создавать паники, а тем более верить каким-то СМС-сообщениям. Николай Кровец, Габиден Куршпиков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Аким области Бауржан Абдишев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской республики Пакистан в республике Казахстан Шаукатом Али Мукадамом, находившимся в регионе со знакомительной поездкой. Бауржан Абдишев рассказал гостю о Карагандинской области, о работе, проводимой по решению задач, поставленных президентом страны по социально-экономическому развитию региона. Руководитель области остановился на внешнеэкономических связях, на деятельности специальной экономической зоны СРРК, а также на возможностях, которые открылись перед регионом в связи с вступлением Казахстана в таможенный союз с Россией и Белоруссией. Мы по объему промышленности продукции занимаем четвертое место республики. Внешний торговый оборот нашей области по итогам прошлого года составил 9,7 миллиарда. В 2010 году мы открыли в городе Караганди филиал вашего национального банка, который также сегодня работает, значит, кредитует бизнес-проекты. Я думаю, здесь тоже много можно было новых проектов совместно реализовать. Глава региона подчеркнул, что между Карагандинской областью и районами Пакистана есть много неиспользуемых резервов для развития экономических, научно-технических и культурных связей. В Карагандинском государственном медицинском университете обучилось около 50 молодых специалистов из Пакистана. Боржан Абдишев пригласил к сотрудничеству в пакистанскую сторону в самых различных отраслях экономики и гуманитарной сфере. Для этого будут созданы благоприятные условия для работы иностранных инвесторов. Я три месяца в Астане, до этого работал в Южной Корее. Еще в 2000 году с президентом Пакистана я был в вашей столице. Она тогда строилась. Сегодня Астана – современный развивающийся город. Это стало возможным благодаря трудолюбию народа и дальновидной политике президента Нурсултана Назарбаева. Казахстан в Центральной Азии имеет определенный вес. Вашу страну в мире воспринимают как динамично развивающееся государство. Объем двухсторонней торговли между нашими странами составил в 2013 году 36 миллионов долларов. И меня интересует дальнейшее сотрудничество с вами во всех сферах. В завершении встречи Акимобласти Боржан Абдишев поблагодарил гостя за визит в Карагандинскую область и выразил уверенность, что всестороннее сотрудничество между регионами Казахстана и Пакистана будет развиваться и укрепляться. В Шахтинске открыли палату предпринимателей. Сегодня бизнесмены уже внедряют свой план по развитию предпринимательства. Подробнее в следующем материале. Областная палата предпринимателей открывает 14 филиалов в разных частях нашего региона. Шахтинск входит в государственную программу развития моногородов, а это подразумевает развитие малого и среднего бизнеса. Этим и многим другим и будет заниматься Шахтинская палата предпринимателей. Сегодня на заседании был избран ее директор. Помимо этого на мероприятии было сказано, что все свои проблемы и претензии горожане могут размещать непосредственно на официальном сайте. В настоящее время работает сайт палата.кз. То есть в онлайн режиме вы можете о своих проблемах, тех или иных, которые связаны с земельными вопросами, связаны с тендерами, с закупками, любые там какие-либо административные барьеры есть или имеются там, можете на этой площадке озвучивать. На заседании бизнесмены высказывали свое мнение о состоянии экономики на сегодняшний день в Казахстане, рассказывали о своих планах и идеях, которые они могут реализовать в этом регионе. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Стратим, да. Казахстан Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Общая сумма взяток, полученных начальником Жизказганского отдела инспекции труда Салимжаном Ауэзовым, составляет около полутора миллионов тенге. Об этом сообщили финансовые полиции Карагандинской области. Ранее уже сообщалось, что в 2014 году сотрудниками департамента финансовой полиции был выявлен факт получения взятки в сумме 2000 долларов США начальником управления по инспекции труда Карагандинской области Каракекиловым Муратом, его заместителем Махатовым Алмазом и начальником Жизказганского отдела по инспекции труда Салимжаном Ауэзовым. Взятки предназначали решение различных вопросов, начиная от беспрепятственной выдачи справки по инвалидности, решения вопроса по неувольнению одного из работников в шахте, также выдачи сертификата об окончании курса по вопросам безопасности и техники труда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено еще 10 фактов совершения коррупционных преступлений со стороны начальника Жизказганского отдела инспекции труда Салимжана Ауэзова. Самую большую взятку в размере около 400 тысяч тенге Ауэзов получил за положительное решение вопроса о выявленном службе безопасности в поддельном дипломе одного из сотрудников корпорации «Казахмыс». Уголовное дело расследуется. Точка пока не ставится. Сергей Високосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года Дмитрий Карпов продолжает прославлять свой родной город Караганду на различных соревнованиях. На днях он вернулся с чемпионата Азии, который проходили в Китае, и занял первое место. Наш корреспондент Николай Коровец узнал, какие планы сейчас у нашего спортсмена. Спортом Дмитрий Карпов занимается с детства. Его родители – бывшие тренеры. Своим вторым домом спортсмен считает легкоатлетический манеж. Именно здесь он начинал готовиться к своим первым стартам и уверенно дошел до чемпионата мира во Франции в 2003 году, где занял призовое третье место. Это был первый мой чемпионат мира. Взрослый, я сеньоров, только вышел с юношей. Это была самая большая первая победа для меня. А так, в принципе, очень много побед и поражений. Все было – и взлеты, и падения. Когда прибегаешь 1500 метров, я думаю, каждый многоборец ощущает, даже если он проигрывает эйфорию, именно счастье, что ты мужик, ты дошел и сделал. На каждом соревновании, где участвует Дмитрий Карпов, звучит имя шахтерского города Караганда. В тот момент спортсмен чувствует гордость и очень счастлив, что родился здесь. Недавно проходил чемпионат Азии в Китае по лёгкой атлетике в городе Ханчжоу, где он вновь занял первое место. Там все азиатские страны принимали участие. Многоборцев было 12 человек. Среди них стал первый. Это уже вторая победа на чемпионате Азии в закрытых помещениях. Два года назад тоже было там же, в этом же городе. Два года назад чуть большая и лучшая сумма была. В этом году самое главное, что я выиграл. Кстати, вторая половинка Дмитрия, Ирина, тоже спортсменка. С ним она познакомилась на соревнованиях в Усть-Каменогорске, после чего решили пожениться. Кем станут их дети в будущем, Дмитрий пока не знает. Пусть сами выбирают свою профессию, говорит спортсмен. А после трехдневного отдыха Дмитрий Карпов будет готовиться к азиатским играм, которые пройдут в сентябре, где снова прозвучит гимн Казахстана и имя шахтерского города Караганда. Бесплатное подключение услуг акционерного общества «Казахтелеком» получили участники конкурса сочинений среди школ города на знания ID.net. Около 40 продвинутых юных интернетчиков в художественной форме описывали свои впечатления о новинках, которые предлагает самый крупный оператор в Казахстане по продвижению интернет-технологии. В демо-зале Карагандинской областной дирекции телекоммуникации собрались конкурсанты для подведения итогов литературного соревнования. В канун празднования 20-летия компания «Акционерное общество «Казахтелеком» Карагандинская областная дирекция телекоммуникации в конце 2013 года организовала конкурс сочинений среди школьников. Участвовали ученики с 8-х по 11-е классы. Конкурсантов оказалось на удивление много. Крутых пользователей интернета среди школьников великое множество. Их на Минькине не проведешь. Если они решили участвовать в конкурсе сочинений, значит дело стоящее. Данный конкурс направлен на развитие знаний, знаний, необходимых в нашем современном обществе, которые позволят уверенно вступить в Казахстан в новый путь и обеспечить выполнение стратегии 2050, которую нам обозначил глава государства. Я думаю, что наши победители, да и вообще все школьники, проявили креативность. Но эти работы надо изучать, смотреть. Мы даже, возможно, их опубликуем. Победителям торжественно вручили планшеты. Среди 8-9 классов признана лучшей работа Акбаты Жалымбетовой из 50-й средней школы Караганды. В категории 10-11 классов победительницей стала ученица 11-го класса 23-й школы Бахытгуль Хамзина. Я писала про интернет, то, что сейчас многие пользуются им, то, что даже уже перестали книжки читать, начинают читать все в интернете. Ну и то, что в интернете есть все, что бы ты ни искал, все есть. Я рада, что принимала участие в таком конкурсе. Я рада, что мне подключат ID.net. Не забыт ни один конкурсант. Всем участникам конкурса Карагандинская областная дирекция телекоммуникаций подарила сертификаты на бесплатное подключение услуг Акционерного общества «Казахтелеком». Это далеко не все сюрпризы, которые готовят для своих клиентов «Казахтелеком». В этом году АО «Казахтелеком» отмечает свое 20-летие. И все мероприятия по продвижению наших услуг, нашего бренда АО «Казахтелеком» – ID.net, ID.phone – будет все приурочено в рамках праздного нечестного 20-летия и также 80-летия Карагандинской области. То есть двойной праздник для сотрудников Карагандинского филиала АО «Казахтелеком». Сергей Взакозов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. «Казналы Караулен» – так называлась встреча поэтов, который прошел в театре имени Сакена Сифулина. Организатором мероприятия выступил колледж «Булашак». За 80 лет Караганда воспитала целую плеяду казахстанских поэтов. В этом убедились и наши журналисты. В огромном зале театра ценители художественного искусства, поэты, писатели, руководители образовательных учреждений и студенты наслаждались чудесными произведениями местных акынов. Зрители, затаив дыхание, слушали стихи, прозвучавшие сегодня. Литературно-музыкальный вечер «Казналы Караулен» подарил гостям положительные эмоции. Я считаю, что подобные встречи должны проводиться часто. Особенно это важно для студентов. Ведь они должны брать пример с наших заслуженных поэтов, которые получили всеобщее признание среди народа. Поэт, член Союза писателей Республики Казахстан, Сирик Аксунгаров, порадовал присутствующих своими творениями. Его же стихи с глубоким чувством прочитали студенты колледжа «Булашак». На вечере также прозвучали стихи таких поэтов, как Абзал Бекенов, Койловай Асанов и многих других. Участники встречи подарили гостям море позитива. На мероприятии также прозвучали народные песни в исполнении местных артистов. Гульнур Жакен, Ужас Гапасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Молодой диджей Андроник Гаспарян продвигает шахтерскую столицу при помощи своего творчества. В зажигательной ритмичной музыке диджея проскальзывают карагандинские нотки, еще более привлекательные в год 80-летия города. Амина Смакова продолжит. Диджей Андроник Гаспарян родом из Тимиртау. Занимается любимым делом и в своем родном городе, и за его пределами. Молодой человек старается развивать такую музыкальную культуру, как диджейн в Казахстане. Заниматься этим музыкальным направлением он стал относительно недавно и совершенно случайно. Проходил мимо ресторана здесь местного. Попросили посидеть два дня, подключать музыку через компьютер мышкой. Посидел я два месяца, это понравилось. Потом начал более углубленно изучать, читать в интернете различные литературные издания. Поэтому по поводу видео, ютуб, дальше не хватало практики. Но кто ищет, тот всегда найдет. Наш диджей на этом не остановился. Приходилось просить где-то в клубах, можно я у нас там постою немножко, пока людей нет, поиграю. Потом познакомился с одним диджеем, у которого дома стоял тоже аппарат. То есть я приходил к нему уже и более, так сказать, хватало у него вот эти все азы. Ну и вот так, в общем, меня и затянуло. Многие несведущие в этом деле люди задаются вопросом, что же делает человек в наушниках на сцене, стоя за аппаратурой. Делает все, чтобы создать атмосферу праздника. Потанцовывает в такт и именно от него зависит, что за музыка и в каком темпе она будет звучать на танцполе. Делаем мы все абсолютно по-разному. Есть просто сводить сет, да, несколько треков в сет. Также есть лайв-мэшапы некоторые, то есть это один и более, два и более треков в мэшапе. То есть мы, допустим, берем яма, да, проиграун, допустим, с одного трека и кульминационный момент с другого. То есть как-то вот так. Бывает, проделываем черную работу за компьютером, за какими-то программами, стараемся делать ремиксы, те же самые мэшапы, бутлеги и так далее. Непонятные слова, мэшапы, сет, треки. Лучше всего не смотреть о них информацию в интернете, а просто послушать результат работы нашего диджея. К слову, они вас приятно удивят. Танцующие люди получают удовольствие от творчества Андрея Ника Гаспаряна, а сам он получает настоящий драйв и адреналин, видя как под его, не побоимся этого слова, шедевры народ зажигает на танцполе. Какой-то кайф такой, я не знаю, у каждого свой кайф, наверное, да, кто-то кайфует от жаркого солнца на гуак, а кто-то кайфует здесь на сцене. Несмотря на небольшой опыт в таком направлении, как диджейнг, молодого человека уже приглашают в известные клубы Казахстана для того, чтобы он раскачал публику, как говорится, на полную катушку. Андроник считает себя как тимиртауцем, так и карагандинцем. Поэтому, выезжая за пределы нашего региона, старается через свою музыку передать всю красоту и необычность Караганды. Амина Смакова, Ожас Габаса, Бахтер Аспанов, Первый Карагандин. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Сразу после выпуска новостей вы сможете посмотреть на нашем канале программу «Багэт». Вы встретитесь с руководителем отдела жилищных отношений городского Акимата Дауреном Абишевым. Тема передачи – реализация государственной программы «Доступное жилье». Ну а мы с вами прощаемся. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 420649 и мы обязательно откликнемся. Я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин